И перед началом видео рекомендую перейти по ссылкам в описании и посмотреть лучшие цены на этот смартфон. Всем привет, друзья! С вами Семен Тишевский и сегодня мы будем прошивать Leeko L2. И сегодня наша задача залить сюда русский язык, то есть или залить хорошую прошивку. Как вы видите, теперь, сейчас вы видите экран моего монитора и в правом нижнем углу здесь аппарат. Это нужно для того, чтобы вы все действия видели и на смартфоне, и на экране моего компьютера. Итак, друзья, ни для кого не секрет, что я сижу на форуме 4PDA. И здесь я нашел для него прошивку, как вы видите, Leeko L2 X620 14S на мультиязычной основе, то есть она мультиязычная. Я скачал уже эту прошивку, вот такой архив у меня скачался. И я зашел в источник и мне открылся вот этот вот сайт, на котором хорошо описано, как нужно его прошивать и что нужно делать. Итак, друзья, давайте все этапы я вам покажу, что происходит, что не происходит и получится ли у нас прошить. Потому что, как вы видите, до этого я не пробовал этого делать. Поэтому, как и вам, так и мне, для меня это будет впервые. Так что, друзья, поехали! Ну что ж, друзья, для начала нужно на самом смартфоне включить режим откладки по USB. Так, заходим в About Phone. По-моему, Build Number. Да, Build Number, клацаем, то есть это номер сборки, у кого русскоязычная прошивка уже стоит, может кто хочет обновить. Заходим в опции для разработчика, включаем откладку по USB. Вот, включили откладку по USB. И теперь подключаем шнур к самому аппарату. Хочу ответить на множество вопросов, которые писали в прошлой прошивке, когда я прошивал Lenovo K3 Note. Нужно кабель оригинальный, желательно. И подключать его в родной USB разъем от компьютера. Никакие там хабы использовать при этом не нужно. Причем, если это системный компьютер, то в порты, которые находятся сзади, не впереди дополнительные. А ноутбук, естественно, в какой-то из разъемов. Итак, друзья, подключаем наш аппарат к USB. Отлично. И смотрим, что у нас должны установиться все драйвера. Я думаю, что у меня автоматом обновляться они. А если нет, то у нас есть и драйвера эти. Мы сейчас с вами посмотрим. Так, заходим. Так, устанавливается устройство. Отлично. Сейчас подождем, посмотрим, что у нас будет. Итак, друзья, я открыл диспетчер устройств. Сейчас посмотрим, как определяется у нас аппарат. Я думаю, что все правильно устанавливается, потому что нам и нужно ADB. А у кого драйвера не устанавливается, то здесь, на этом сайте, где источник, здесь драйвер ADB. То есть, вот устанавливаются вот так вот драйвера. Сейчас откроется картинка. То есть, вот, что статус окей. И у вас устанавливаются драйвера, которые у меня уже стоят. Так, отлично. Кстати, архив, который вы скачали, вот этот прошивки, его нужно разархивировать. Я уже его разархивировал. И дальше покажу, что нужно будет сделать. Итак, друзья, смотрите. Вот разархивированный этот архив, который был 1.6 гигабайта, по-моему. И здесь есть три файла. Итак, друзья, смотрите. Саму прошивку мы скидываем на память самого устройства. Ну и ждем, пока скинется наша прошивка. Итак, друзья. Прошивка наша скинулась. Мы наш аппарат отключаем от USB. Отключили. Теперь выключаем его. Теперь мы зажимаем клавишу громкости вниз. И клавишу разблокировки. Зажимаем. И ждем вибрации. Теперь, смотрите. Мы перешли в Fastboot Mode. И ничего здесь не клацаем, не трогаем, не пытаемся что-то изменить. Просто аккуратненько уложим телефон. Итак, друзья. Согласно нашей инструкции, нам нужно перейти в вот эту папку. Запустить adb-command. Запускаем. Я думаю, что его нужно будет запустить от имени администратора. Скорее всего. Наверное, так сейчас и сделаем с вами. Прогружайся. Запуск от имени администратора. Теперь нужно ввести вот эту вот команду. Так. Копируем ее. Нужно без пробела ее скопировать. Вот так вот. Отличненько. Ctrl-Copy. Копируем ее. Здесь правой клавишей и вставить. Здесь Ctrl-V не работает. Start Unlock. То есть у нас bootloader разархивируется. И finish it. Окей. Так. Эта тема есть у нас. Теперь нам нужно запустить Flash TVRP. Я думаю, что его тоже нужно от имени администратора. Рекавери. Тудым-сюдым. И все. У нас прошилось на ТВРП. Интересно. Так. Ну да. И пишут, что согласно этого у нас теперь прошилось на ТВРП. Ну вообще хорошо. Давайте теперь перейдем в наше рекавери. Итак. Зажимаем клавишу блокировки и клавишу громкости вверх. Насколько я знаю, из режима Fast Boot в рекавери можно перейти. Так. Ждем. Ждем. Должно появиться наше новое Super Recovery. ТВРП. Итак, друзья. Наше ТВРП установилось. Я настолько рад, что я вам передать не могу. Оно, кстати, с поддержкой сенсора. То есть работает. Это очень классно. Потому что обычно, если там блокировалось, то уже нужно было перезагружаться обратно в рекавери. Здесь этого не нужно делать. Рекавери нормальная. Я бы сказал, даже кошерная. Так что можно теперь устанавливать нашу прошивочку. Теперь мы нажимаем Vibe. Здесь нажимаем Advanced Vibe. Выбираем Давлик. Теперь Data и Cache. Три вот эти галочки должны стоять. И проводим слайдером вправо. Теперь возвращаемся в главное меню. Клавишами назад. Нажимаем Install. Смотрим, где наша прошивочка, которую мы заливали. Вот она, красавица наша. Так, здесь убираем вот эту галочку ZIP. Она не должна стоять. То есть проверка архива нам не нужна. Теперь слайдером проводим вправо. Итак, друзья, у нас прошивается прошивочка. Ну что ж, друзья, прошивка у нас загрузилась. Хочу отметить, что с самого начала русского языка у нас нету. Но вы не пугайтесь. Все, дальше я вам покажу. Заходим в Настройки. Выбираем Язык. Так, здесь у нас стоит English. Выбираем Русский. И смотрим, что у нас получилось. Перевелось ли у нас все. Смотрите, друзья. Так же и жить можно. Смотрите, Настройки все на русском. Ну, некоторые там типа Wi-Fi, Bluetooth. Но все остальное, все как нужно. Смотрите, и даже в номеронабирателе у нас есть русские буквы. Хочу отметить маленький такой нюанс. Сейчас только дайте вам сфокусировать. Вот видите, русские буквы у нас присутствуют. Ну, как говорится, полный фарш. Так, друзья, на этом я буду заканчивать. Огромное спасибо, что вы посмотрели и уделили время этому видео. Я думаю, что пользователи Leica V2 будут особо, как сказать, рады посмотреть это видео и поставить себе классную прошивочку. Ну и на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайк. Всем пока. До новых встреч в новых видео. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.